Продолжение следует... Можете во время просмотра этого видео причащаться, вот, если вы соглашаетесь с тем словом, которое будет звучать сегодня на этом богослужении. Давайте всем помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Я благодарю Тебя, Господь, и что Ты определил меня верно, что Ты считаешь меня верно, определись меня на это служение. Я благодарю Тебя за все, что Ты будешь открывать сегодня нам всем, тем, кто мне лично и тем, кто будет слушать меня и принимать то, о чем Ты говоришь через мои уста. Спасибо Тебе, мой Господь, Ты могущий, вездесущий, всезнающий. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Ты такой чудесный, Ты такой прекрасный. Аллилуйя. Ты премудрый Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Ты царь, царей, Бог богов и Господь, господствующих и неподобного Тебе. Ты огни, Боже драгоценный, превышенный, превознесенный. Аллилуйя. Спасибо Тебе, мой Бог. Спасибо Тебе за Твою заботу, за Твою защиту, за Твое благоволение, за Твою благодать, Твою милость. Аллилуйя. За Твое обеспечение и естественное, и сверхъестественное. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, зуму церковь, что она есть, была и будет всегда в веки веков, пока есть. Бог, пока есть Ты, пока есть вера в Тебя. И я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, что Ты бесконечный, Господь. И что то, что Ты начал, оно бесконечно во имя Иисуса. Оно вечно, оно никогда не заканчивается. Спасибо Тебе, мой Бог. Ты великолепный Иисус. Ты прекрасный. Ты премудрый Господь. Я поклоняюсь Тебе, превозношу Тебя Господь. И сегодня будем утверждать слово о вечной жизни, о нетлении, о бессмертии, о воскресении из мертвых во имя Иисуса Христа. О восстании из праха земного во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, мой Бог. Спасибо Тебе, Весеногущий, мой небесный Отец. Я провозглашаю от лица Бога и ягодства. Все так, как я хочу и даже лучше. И могилы развертнутся, гробы откроются во имя Иисуса Христа. Умершие все выдадут гробов своих во имя Иисуса Христа. И явятся многим, воскреснут, явятся многим во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя за воскресение для оправдания, для вечной жизни во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя за всех праздников, воскресших для вечной жизни Твоей, Господь, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за воскрешение, мои мамы, за имя Иисуса. Я благодарю Тебя за ее воскрешение. Я верю, что это слово, оно Твоё истинно не изменит. И что даже кости сухие, они Ты обложишь жилами. Во имя Иисуса Христа покроешь кожей во имя Иисуса Христа. Халя-люй. Халя-люй. Спасибо Тебе, Господь. Ты вдохнешь, что Дух и кости не оживут во имя Иисуса Христа. Халя-люй. Халя-люй. Спасибо Тебе, Господь. И весьма великое полчища во имя Иисуса восстанет из гробов во имя Иисуса Христа. И Ты поселишь их на земле во имя Иисуса. На новой земле, Господь, где царствуешь Ты, Иисус. И я проглашаю, что Ты царь моей жизни. Что Ты здесь начальник над всеми начальниками. Господь над всеми господами во имя Иисуса. Что Твоя власть превышит всякой власти во имя Иисуса Христа. Халя-люй. И я в Тебе, и Ты во мне. Моё лови. Спасибо Тебе, мой Господь. И Ты преображаешь меня так, что... Моё тело так, что я покоряю Тебе силой и славой. Покоряю Тебе всё во имя Иисуса Христа. Моё лови. Аминь. Моё лови. 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 Давайте с вами встаем нашему Господу песню-молитву, которая называется Адвесной. Она родилась 30 ноября 2010 года. Подпевайте вместе со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Господа всегда, чтоб никогда не болтся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 И Давид, он был избранным царем. Господь его помазал. И это было пророчество об Иисусе Христе. И действительно, плоть Иисуса Христа, она не видела тления. И мы все во Христе, мы не увидим тления, потому что мы во Христе. И Бог не оставит наши души в ваде, потому что не даст Святому Своему видеть тления, а львуя, слава Господу. Это говорится обо мне и о Тебе, дорогой мой друг, драгоценная моя сестра и мой брат во Христе Иисусе. Потому что Иисус Христов осуществляет Себя с каждым из нас, с каждым, кто верует в Иисуса Христа. Давайте сегодня по традиции нашей церкви будем молиться по Слову Божьему. У нас 1 Тимофея, 2 глава, 1-4 стих. 1 Тимофея. 1 Тимофея. 2 Тимофея. 2 Тимофея. 2 Тимофея. Возвращая. 2 Тимофея. 3. Так, в прошлый раз мы с вами рассматривали 1 Тимофея 12 стих, да, благодарю давшую мне силу Христа Иисуса, Господа моего, что Он признал меня верно и определились на служение. А сегодня 2 глава 1 Тимофея 1 по 4 стих. Итак, прежде всего, совершая молитв и прошение моления благодаря благодарения за всех человеков, за цари и за всех начальствующих, дабы проводить мне жизнь тихую и безмятежно, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю моему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Благо Господу. Здесь апостол Павел, да, пишет к Тимофею, вот, это первое послание к Тимофею, чтобы он совершал прежде всего молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И потом перечисляется за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежно, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю моему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Мы перевели сразу эти стихи в Священное Писание лично на себя. Вот, апостол Павел пишет Тимофею, и мы воспринимаем это слово апостола Павла как слово Божье, вот, и отождествляем себя с Тимофеем, да, потому что мы с Тимофеем одно, поэтому мы воспринимаем это слово по отношению к себе, вот, мы вообще друг с другом все одно, кто во Христе Иисусе, мы одно. И когда мы читаем Священное Писание, это говорит Господь. Через кого бы Он там ни говорил, это говорит Бог. Итак, Бог говорит, чтобы мы совершали прежде всего молитвы, вот, и Он даже умоляет, и прежде всего прошу совершать, то есть просит, просит, то есть Бог просит, да, чтобы мы совершали молитву, вот, и не просто молились, а совершали молитву. То есть молитва должна быть совершенной, вот, и прошение должно быть совершенной, то есть если просишь, то надо просить, короче, пока не получишь ответ. То есть молишься, да, то молишься до тех пор, пока не получаешь ответ. Если благодаришь, то благодаришь до тех пор, пока не получаешь ответ. Вот. Написано за всех человеков. Потом перечисляется за царей, за всех начальствующих. Получается, что кто такие цари и начальствующие, за которых нам, почему мы ведем же стиху безнятежно, те, кто стоит у власти, да. И Бог даровал нам власть быть детьми Божьими. Он называет нас царями и священниками Бога. И самый главный начальник – это Иисус, да, он начальник жизни. И так как мы по Христе Иисусе мы относимся к Иисусу, то и мы есть эти начальники, мы есть эти цари, за которых Господь говорит нам благодарить. Вот. Потому что благодаря тому, таким царям, начальствующим, да, как мы, вот, которых поставил именно Господь, вот, и люди ведут же стиху безнятежно, да, во всяком благочестии и чистоте. Не из-за таких царей, которые устраивают войны там и так далее. Не из-за таких царей люди ведут же стиху безнятежно. А из-за царей, за начальствующих, которые являются царями, начальствующими царства Божьего, где царствует Иисус. Аминь. И поэтому мы, люди, ведем же стиху безнятежно. Когда царствует Иисус, тогда люди ведут же стиху безнятежно. Если Иисус не царствует, там нет никакой жизни тихой и безнятежной. Там есть скандалы, там есть, вот, постоянные какие-то разборки и так далее. Там, где Иисус царствует, там, где Его почитают, там, где Его, вот, славят, да, поклоняются Ему, там есть царство Божие. Это царство Божие, где царствует Иисус. И где правителями и начальниками, вот, властями является Божий народ. Именно Божий народ и является человеком, на самом деле. Потому что остальных, как бы, Бог называет там псами, козлами и так далее. Вот, и вообще, про Иисуса, Понти, Пилат сказал, все человек, то есть вот это вот человек, да, а все остальные, я не знаю кто. Вот, и Библия говорит о том, что Господь, он человек и любивый. Аминь. Поэтому, если ты человек, да, то ведешься, соответственно, тому, что, ну, как ведет себя человек. Вот, Бог хочет, конечно, да, чтобы, ведя же стихую безмятежную всяком благочестительность, так что это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. И он хочет, чтобы все люди спасли, тостили по знанию истины. То есть, ну, все человеки имеются в виду, да. То есть, мы спасены, но мы еще совершаем свое спасение. Вот, и со страхом и трепетом написано, совершайте свое спасение. То есть, это должно быть, совершаться постоянно. Поэтому и молитвы тоже нужно совершать. Вот, и чтобы... Не просто, да, человек был спасен, и все. Нужно еще достигать познания истины. Вот. И это и есть совершенство. Это и есть совершенство. Вот, совершенство во всем, да. Молишься, значит, совершаешь молитву до конца. Вот. Просишь, значит, просишь до конца. Моления какие-то производишь, значит, моления производишь до конца. Благодаришь, значит, до конца благодаришь. Не бросаешь. Аллилуйя. Слава Господу. Что значит достижение познания истины, когда ты ощущаешь себя свободным? Если ты думаешь, что это истина, но она не делает тебя свободным, это не истина. Иисус сказал, что познайте истины, истина сделает вас свободным. Аминь. Мы достигаем познания истины. Это Бог хочет, чтобы все достигли познания истины. Чтобы каждый человек стал свободным. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. То есть мы с вами спасаемся. Нам нужно понимать, что каждому человеку нужно спасение. Каждому человеку нужен Спаситель. И кто-то живет в рабстве. Кто-то живет постоянно несчастливым. Потому что человек, который не свободный, он не может быть счастливым. На самом деле. И каждый человек хочет быть счастливым. Наша задача, чтобы нам самим быть счастливыми, это во-первых. Во-вторых, сделать счастливыми тех, кто вокруг нас. Аллилуйя. Слава Господу. И на примере еврейского народа, да, когда Моисей выводил израильский народ, да, еврейский народ из египетского рабства, находились люди, которые роптали, да, на Моисея. Так как Моисей выводил их из этого рабства. И в нашей жизни, конечно же, находятся такие люди, которые ропчат, да, и говорят, лучше мы были в рабстве, чем с чесноком и луком, чем вот в пустыне, вот, свободной в пустыне с манной, которая падает с неба. Вот, но нам, если мы хотим быть свободными, да, то нужно будет оставить, короче, вот это рабское мышление свое, да, вот, и начать самим управлять. Потому что, когда уже Бог вывел, да, через Моисея из египетского рабства народ Божий показываем чудеса, знамения, вот. Вот, потонуло египетское войско все, по глубине морской утонуло, а евреи перешли по суху, да, через море. Вот, и Бог потом питал в пустыне, короче, еврейский народ, да, манна падала, короче, с неба, там, перепелов им дал, воду искал и давал. В общем, каким-то сверхъестественным образом происходила забота Бога о своем Божьем народе, который он хотел вывести из египетского рабства. Если мы сейчас находимся на такой стадии, да, своего духовного развития, когда нам нужно выйти из этого египетского рабства, либо ты остаешься в этом египетском рабстве с луком и чесноком, да, вот, как говорили евреи, там, ой, лучше бы мы там оставались, да, вот, там хоть лук, чеснок было, здесь это вот манна. В смысле, им нравилось находиться в рабстве, но если тебе нравится, находись в рабстве. Не нравится, значит, выходи из рабства, да, вот, и начни уповать на Бога и уважать того, кто тебя выводит из этого египетского рабства. И даже родственница Моисея, да, когда она начала роптать на Моисея, что якобы мы все тут пророки, мы все тут, и ее покрыла проказа, в общем, и она была внестана. То есть она даже была сестра Моисея, но однако с ней это случилось. Вот, а то Моисей за нее помолился, и проказа у нее прошла. Вот, и потом этот еврейский народ, конечно, стал уже в высокоорганизованной армии Божьей, когда они уже переходили Иордан, Бог там им разделил землю, в общем, на уделы, каждому колену, израильскому, да, вот, на уделы разделил землю, то есть благословил их. Они там завоевывали территории для Бога, изгоняли нечестивых там с их земли и занимали их территорией. Это пример, да, каким образом мы сейчас завоевываем территории для Иисуса Христа. Да, то есть мы, Бог врученном оружие Святого Духа, и этим оружием мы, значит, расширяем Царство Божие, он врученном Слово Божье, да, и мы таким образом воюем, мы таким образом говорим, что здесь Иисус Царь, он здесь царствует. Аллилуйя, слава Богу, даже если Параон не хочет тебя отпускать, да, из этого египетского рабства, но все равно Бог, Он победитель. Иисус победитель. В любом случае мы с вами победим. Если мы твердо сохраним веру до конца, то есть будем совершать до конца все, если ты начал идти в путь, значит, доходишь до конца, не бросаешься, идешь до конца. Хочешь выйти из гипетского рабства, значит, нужно из рабского дьявола, да, из рабского сатаны, из того, что тебя поработили, там, ты не чувствуешь себя свободным, ты не чувствуешь себя, ну, счастливым и так далее, то нужно выходить из этого рабства. Вот. И чтобы стать свободным, да. И отобрать свою власть, да, отобрать власть над своей жизнью, от людей, которые именно тебя угнетают, которые тебя порабощают, которые тебя угнетают, там, или которые, там, к тебе, там, плохо относятся, может быть. Вот. Нужно отобрать свою власть, отобрать свою жизнь, да, власть над своей жизнью, кто бы там ни был, нужно отобрать эту власть над своей жизнью, все. Вот. Если тебя не уважают, если тебя не почитают, значит, отбираешь власть над своей жизнью, вот и все. Ночи свободны. Лучше в пустыне, да, с манной водкой, чем с чесноком и луком в рапке. Аллилуйя. Слава Господу. Так. Дальше идем. Давайте с вами продолжим размышлять на Словом Божьем. У нас на очереди 2 Тимофея 1, 9, 10. Опять Тимофей у нас тут. Сосальник Тимофею написал апостол Павел. 1, 9, 10. Спавшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данным нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь внесения через благовестие. Давайте сразу перейдем эти стихи в Священное Писание лично на себя, потому что лозунг нашей Церкви, это Бог, самое важное в жизни, это Бог и личное отношение с Богом. Поэтому, когда мы отождествляем Слово Божие лично с Тобой, Слово Божие отождествляет нас лично с Тобой. Спавшего меня, говоришь, да, призвавшего званием святынь, не по делам моим, но по своему изволению и благодати, данной мне во Христе Иисусе прежде вековых времен. Открывшийся же ныне явлением Спасителя моего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь внесения через благовестие. То есть благовестие в том, да, что Бог избрал меня не по моим делам, вот, потому что если по моим делам, то меня вообще никто не вызвал. Вот. Ну, тем более служить Богу, это же такая привилегия. Вот, да. Вот ФСБ там, когда берут на службу, там смотрят родословную, то есть имея родов, да, чтобы там вообще никаких преступников не было. Вот, в твоем роде. Если там есть какие-то, вот, преступники, вот, все, тебя не возьмут на эту службу. Вот. А здесь получается, что ты был грешником, там, нечестивым вообще. Вот. И Бог тебя избрал не по твоим делам. Просто Он так захотел. Да, да, по своей благодати, потому что Бог так захотел. Которое Он дал мне во Христе Иисусе прежде векового времена. Он, вот, мне говорят, вот, ты там плохая, там, ты там, в общем, все такое, в общем. Ну, в общем, негативные вещи говорят. Вот. И ты там говоришь, что ты богиня, ты святая. Ну, в общем, все говорят, прям их раздражает, когда я говорю, что я святая, что я богиня, что я совершенная, что я лучше всех и так далее. Вообще, вас кого-нибудь раздражает это? Не раздражает это только тех, кто сам себя считает таким же. Вот только таких не раздражает. А те, кто считает себя, ну, вот, у кого низкая самооценка, да, они все считают, ну, начнут считать себя, что ты высокомерный, что ты гордый, что ты, вот, и захотят тебя унизить, захотят тебя, ну, вот, потому что человек, который, он завидует, он всегда унижает, вот, человек, который, да, который знает, ну, себе цену, да, вот, он, наоборот, будет поощрять, наоборот, будет хвалить, наоборот, будет говорить хорошие вещи, благословения на свою жизнь и так далее. Вот. И отдавать то, что он умеет, да. И, вот, здесь написано, что он спас меня и призвал меня, призвал меня, званием святым написано. Это говорит Песченное Писание, да, что он позвал меня, Света, ты святая, он позвал меня, да, он меня спас и позвал меня, сказал, что ты святая. Вот, я тебя зову, зову святой, призвавшего меня, званием святым, то есть позвал меня, сказал, что я святая, позвал тебя, сказал, что ты святой, святая. Не по твоим делам, не потому что там прям такая святая, что прям, вот, вообще прям, ну, как религия говорит, святой, это, значит, который вообще там не перешит, там, постоянно добрые дела делает, вот это вот святой. Вот, вот, на самом деле святой, это тот, который отделен для Бога, вот, если я отделена для Бога, то я святая, вот, и здесь не зависит от моих дел, чего я делаю, как я поступаю, вообще не зависит. Вот, Бог сказал, позвал меня, сказал, что я святая, все, написано, он так захотел, по своей благодати, по своему изволению, он мне дал это именно во Христе Иисусе, вне Христа, конечно, нет, но во Христе Иисусе, да, прежде вековых времен, аминь. Прежде еще того, когда еще не было никакого времени, когда не было ни дня, ни ночи, ни сенья, ни жатвы, ну, в общем, прежде вековых времен, когда еще не было, ну, вот, когда еще Бог не сказал, вот, отныне будет сенья и жатва, вот, да, день и ночь, там, и так далее, вот. Еще, когда этого не было, все, он меня уже избрал. А сейчас это открылось, написано, открывшееся же ныне, явлением Спасителя моего Иисуса Христа, то есть, здесь говорится о том, что уже открылось, и что уже Спаситель мой явился, да, явился. Ну, вот, меня учили в церкви, что Он когда-то явится, там, неизвестно, когда будет Его Второе пришествие, когда это вообще, ну, вот, ну, произойдет внезапно, вот, все. Внезапно – это когда, вот, ты покаялся, вот, тогда я внезапно даже не заметил. Вот, вот, как ты был рожден свыше, и Иисус Христос стал твоей жизнью, вот, и смыслом твоей жизни. Он явился в твою жизнь уже, Он уже явился в мою жизнь, Он уже живет со мной. Мы общаемся каждый день с Богом, потому что молитва – это и есть общение с Богом, да. Мы, кому тогда вот ты молишься, если Иисус не явился, то как бы ты молился, как бы ты с Ним разговаривал, как бы ты общался с Богом, если Он тебе не явился. Вот, да. Ты же не будешь монолог вести, просто говорить в одну сторону и ничего не слышать в ответ и не получать ответа. Конечно, мы получаем ответ. Мы ощущаем, да, присутствие Бога. Вот. Спасителя моего Иисуса Христа написано «Разрушившего смерть». То есть это уже случилось, это истина, что Иисус Христос разрушил смерть, явил жизнь и нетление через благовестие. Когда я благовествую вам о том, что смерть разрушена, да, и Бог явил жизнь и нетление через то, что я говорю. Я говорю о том, что Бог дарует вечную жизнь такому, кто верит в Иисуса Христа. То есть здесь даже не говорится о том, чтобы ты видел Бога. То есть мне кажется, где Бог, где Бог, покажи мне Бога. Здесь написано «Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную». Даже если ты не видишь, но веришь. Иисус говорит, что да, блаженные, не видевшие, но уверовавшие. Аминь. То есть счастливы те, кто не видит, но уверовавшие. Вот. Когда ты видишь Бога, да, когда ты видишь, там, начнешь прям физически прям видеть Бога, вот. Ты не будешь свободным, потому что ты будешь находиться под контролем. В смысле, когда кто-то присутствует в комнате, когда кто-то присутствует с тобой, ты ведешь себя иначе. Потому что когда ты один остаешься, да, наедине с тобой, наедине с Богом, вот. Потому что наедине с тобой – это и есть наедине с Богом. Потому что ты не можешь никогда находиться один, потому что Бог всегда с тобой. Веришь ты в это или не веришь, но Бог всегда с тобой. И Он тебя видит, Он тебя всегда видит. И если ты осознаешь, что Бог тебя видит, все равно ты свободна, когда ты его не видишь. Но если ты его увидишь, ты уже начнешь себя не так вести, то есть ты уже не будешь так свободен. Потому что человек обычно себя ведет иначе, когда кто-то рядом присутствует. Он не настоящий. Настоящий он тогда, когда он один. И Бог его видит. Вот это настоящее. Это ты настоящий. Вот. Когда ты видишь, когда ты остаешься один на один с Богом. Вот. И поэтому Бог желает, чтобы мы были свободными. Бог хочет, чтобы мы были свободными. И чтобы научившись, ну да, общению с Богом, мы перенесли это вот туда, где ты, туда, где ты, ну, круг того общения, где ты находишься. Вот, где ты, с кем ты общаешься. То есть, одинаковым быть всегда. То есть, когда ты один на один с Богом, да, вот, ты тут настоящий. Так вот, нам нужно научиться быть настоящими везде. Понимаешь? Настоящими везде. Понимаешь? Где бы ты ни находился, нужно быть настоящими везде. Таким образом ты свободен. Таким образом ты свободен. Аллилуйя. Но это все достижение истины. Это все называется свобода. Свобода, да. Вот, какой ты настоящий. Это и есть свобода. Клава Иисусу. Так, ну что, дальше идем. Римлянам 3.21. Римлянам 3.21. Вы знаете, вот, когда я вот, допустим, привыкла проповедовать, вот, на камеру, да, и когда сюда приходят иногда люди физически, вот, я думала, что я буду вести себя по-другому, иначе как. Ну вот, когда последний раз приходил брат, вот, я себя чувствовала абсолютно одинаково. Так же, как будто бы здесь никого не было. Так же, как будто бы я нахожусь одна наедине с Богом. Ну, конечно, я общалась с этим братом, вот, был контактом, спрашивала, нашел он там есть священное писание или нет. Но все равно я, у меня ощущение было того, что я нахожусь наедине с Богом. Все, наедине с Богом. Я такая же, какая я была бы, если бы его, допустим, никто не пришел. Вот. Слава Иисусу! Римлянам 3.21. Римлянам 3.21. Давайте откроем. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Аллилуйя. Видите, явилась правда Божия. Здесь говорится о явлении Иисуса Христа. Правда Божия – это Иисус Христос. Иисус Христос – это и есть правда Божия. Иисус Христос – это я. Слушай, я Иисус Христос, я правда Божия. Аминь. Поэтому, когда Я говорю, Я говорю истину. Аллилуйя. Иисус Говорил – Я истину вам говорю, а вы мне не верите. Когда придет дьявол, начнет говорить своё, вы ему поверите. А когда Я говорю вам истину, вы мне не верите. Вот. Я говорю вам истину, а говорю вам Правду. Я правда Божия. Аминь. Независимо от дел закона написано, независимо от дел закона, явилась правда Божия. То есть независимо от того, ну, ты делаешь дела закона или не делаешь дела закона. Я явилась. Все, я явилась правда Божия. И не зависит от того, делаю я дела закона или не делаю я дела закона. Я правда Божия. Все, Иисус Христос явился уже. Я правда Божия, по которой свидетельствует закон и пророки. Независимо от закона, явилась правда Божия, по которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа. То есть вне Иисуса Христа нет правды Божьей. «Правда Божия только через Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Аллилуйя. Вот закон говорил, да, об этой правде, что она должна была явиться. И пророки говорили, что Иисус Христос – это правда Божия, он должен был явиться. И действительно, вот Иисус Христос явился, явилась правда Божия. Это говорил закон, это говорили пророки. Но вот эта правда Божия, она не зависит от закона. То есть это отдельно, отдельно закон, отдельно правда Божия отдельно. Написано, что закон пришел через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Аминь. Тит 2.11. Тит 2.11. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Аминь. Видите, опять явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Что это за благодать Божия? Это Иисус. Явилась благодать Божия. Это Дух Святой. Да, потому что сейчас Иисус находится со мной Святым Духом. Она научает нас. Она явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Аминь. Она спасительная для меня, это благодать Божия. И написано «Научающая нас, чтобы мы, отвергив нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешние веки, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за меня, чтобы избавить меня от всякого беззакония и очистить себе народ, особенно ревностный к добрым делам. Аминь. Вот, видите, я ожидаю блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Как я ожидаю? То есть, он что, получается, что мне нужно ждать? Я говорю, что он еще не явился, что ли? Иисус Христос явился, да? Ну вот, это сравнимо с тем, как вот ты вот устроился на работу, да? И вот ты знаешь, что когда ты отработаешь, да, какое-то время ты получишь зарплату. Ты поручишь награду. Так вот, ты уже спасен, ты уже спасен, вот, и написано, что нужно совершать эту молитву. Когда ты уповаешь на Бога, да, то ты уповаешь, что вот он придет. Потому что, когда ты не концентрируешь свое внимание, ты не почувствуешь Бога. Когда не концентрируешь свое внимание на Нем, да? Когда не обратишься к Тому, не позовешь Иисус, не позовешь Господь, не придешь в церковь, не откроешь Библию. Ну, и суета поглотит, и все, и Бог с тобой, но ты не будешь его чувствовать. А здесь говорится о том, что вы именно, да, слава Божия проявилась в моей жизни, что вы слава Божия проявилась, да? Для этого нужно уповать, для этого нужно направиться в взор на Спасителя, да? Сконцентрировать внимание на том, это на это соблаженное упование. То есть я наслаждаюсь, когда я уповаю, да, что вот сейчас я буду наслаждаться, я вот жду тебя, Иисус, я вот сейчас буду наслаждаться. Я сконцентрировала все внимание на тебе, я сейчас буду наслаждаться, поэтому я буду наслаждаться. Вот когда двое, да, находятся в одной комнате, муж и жена, допустим, да. И если они даже в одной комнате, ну, они могут, ну, просто быть как два одиночества в одной комнате. А иногда они могут, да, вот, соединяться вместе там и, в общем, сконцентрировать свое внимание друг на друге. Вот, да, тогда ты получаешь наслаждение от того, что ты находишься рядом с этим человеком. Вот, и начинаешь с ним контакт, да, вот, начинаешь там близость и так далее, и ты получаешь от этого наслаждения. Вот, с Богом та же самая история. Вот, если ты концентрируешься внимание на Боге, ты уповаешь на него, ждешь, вот, и ты получаешь тогда, когда ты ждешь, когда ты уповаешь, когда ты ожидаешь, вот, что сейчас ты начнешь наслаждаться, и, вот, и начнешь чувствовать, да, вот, любовь к Богу по отношению к тебе. Ты ощущаешь, что, допустим, каждый день Бог тебя одевает, каждый день Бог тебя кормит, каждый день у тебя есть крыша над головой, каждый день есть люди, да, которыми ты общаешься, получаешь наслаждение от общения с ними. Это все Господь делает. Ну, там, какой-то успех на работе, какие-то там радости жизни, какие-то мелочи жизни, там, которые приносят радость в твою жизнь. Это все Господь, это все Господь твою жизнь дает, да, это все показывает любовь Божия по отношению к тебе. Там, дождик пошел, там, вот, полил огород, там, природа красивая, которой ты наслаждаешься, ну, все вокруг абсолютно. Вот, все доброе, которое, да, исходит в твою жизнь от Отца Света, это все от нашего Спасителя Иисуса Христа. Это все благодать Божия. Аминь. И благодаря этой благодати, да, вот, мы отвергаем нечестие и мирские похоти. Целомудренно, праведно и благочестило, живем в нынешнем веке. Аминь. Явление славы великого Бога. Что такое явление славы великого Бога? Это исцеление от всех болезней, это воскрешение мертвых, это непление, бессмертие, это, в общем, успех во всех сферах твоей жизни. Вот. И это и есть. Явление славы великого Бога. Явление славы великого Бога. И свое внутреннее блаженное состояние. Вот это и есть. Явление славы великого Бога и Спасителя моего Иисуса Христа. Аминь. Когда у тебя есть радость, да, каждого дня. Утешение от Святого Духа. Ну вот. Халилюя. Есть люди, да, у которых много денег, но они несчастные, даже закачивают жизнь самоубийством. Ну вот. В которых все есть. И все равно они недовольны, и все равно мало. Вот. Ты такой человек, у тебя есть Иисус. Вот. И раз в тебя поселился тот, которого не вмещается Вселенная, вот, то, что внутри тебя, Вселенная, в тебя поместился Бог, значит, ты не такой уж и маленький. Вот. Это значит, ты огромный, ты великий, потому что Бог поселился в тебе. Если бы ты был такой маленький, то Бог бы не смог в тебя влезть, Он в тебя не поселился. Но ты Бог, поэтому Бог в тебя поселился. И там для Него есть место. Аминь. Слава Иисусу. Потому что ты, да, вот даже жизнь показывает, что соответственно себе ищешь. Да, соответственно себе, вот, ты вообще, соответственно своей природой ищешь. Ты не соединишься там, ну, в браке с зайчиком, с собачкой, там, с кошкой. Ты соединишься себе подобно, с человеком, да. Еще к тому же, чтобы он был на уровне, там, с тобой в каких-то вопросах, там, это самое. Там социальная, там, сфера, там, интеллектуальная, там, душевная сфера, там, интеллект и так далее. И Бог соединится с тобой только потому, что ты Бог. Потому что Бог соединяет тебе подобно, иначе быть не может. Аминь. Слава Иисусу. Так. Тип 3.4. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас меня не по делам праведности, которые бы я сотворила, а по своей милости баня возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на меня обильно через Иисуса Христа Спасителя моего, чтобы, оправдавшись своей благодатью, я по упованию садилась в наследнице вечной жизни. Аминь. Слава Богу. Вот, видите, когда же явилась благодать у человека Спасителя, человеколюбие Спасителя моего Бога. Явилась благодать. Это Иисус. Явление Иисуса Христа. Явление благодати – это и есть Иисус Христос, это и есть Дух Святой. Это невидимый Иисус Христос. И я ощущаю, что Дух Святой меня любит. Я человек. Мой Спаситель – это мой Бог. Он спас меня не потому, что я делала праведные дела, а потому, что меня помиловал, да, и оправил меня в баню. Баню возрождения и обновления Святым Духом. Я родилась заново, да, и пошла в баню, родилась заново. Когда человек ходит в баню, да, вот он помоется, веником его побьют, попарятся, выходит туда новым человеком, чувствует себя рожденным заново. Так вот, Бог нас отправляет в баню Духа Святого. Вот. И мы возрождаемся, мы становимся новыми. Вот. Потому что Святой Дух он нас обновляет, каждый раз рождает. Заново, когда рождаемся заново. Он изливает на нас своего Святого Духа обильно. Именно через Иисуса Христа. Потому что Дух Святой изливается только через Иисуса Христа обильно. Спасителя нашего, да. Аллилуйя. Слава Богу. И вот этой благодати, вот, Иисусом Христом мы оправдываемся. Когда мы уповаем на Иисуса, да, мы становимся наследниками, наследниками вечной жизни. Аминь. То есть мы наследуем вечную жизнь. То есть мы уже начинаем реально, физически ощущать эту вечную жизнь. Аллилуйя. Когда мы именно уповаем. Поэтому я говорю, что нужно уповать, нужно сконцентрироваться, внимание. Аллилуйя. На нашем Спасителе, Святой Христин. Для этого мы и собираемся каждое воскресенье, да. Вот, чтобы поразмышлять нас с Словом Божьим. И когда я это делаю, я прям ощущаю, ну вот. Сильно ощущаю. Сильнее, чем вот каждый день бы я просто молилась. А вот именно вот в это время, в воскресенье, когда я вот именно на камеру проповедую, я ощущаю сильнее. Намного бы сильнее Святого Духа, чем когда я просто молюсь каждый день, вот. Ну. Наедине с Богом. Вот. А именно когда вот на камеру, когда наедине с вами, со всеми, кто меня слушает, я ощущаю Святого Духа сильнее. Вот. Я думаю, может быть, каждый день уже на камеру молится. Вот и сильнее ощущает Бога. Ну, давайте с вами споем песню «Молитва», которая называется «Непление». Она родилась 9 апреля 2019 года. «Молитва», которая называется «Молитва», которая называется «Молитва». «Молитва», которая называется «Молитва». Ныне явился Спаситель мой, как расширший смерть, явивший жизнь и не тенье. «Молитва» 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 что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. Аминь. Слава Господу. Давайте еще дальше. И что явился Киев, и потом двенадцать, и потом явился вольный жили пятистам братьям в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили. Потом явился Яков, и также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов не достоин называться апостолом, потому что гнал в церковь Божию. Но благодатью Божией есть им то, что есть им, и благодать его во мне не была отщедна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Аминь. Так, давайте еще дальше. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуют, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша, ваша. Притом мы оказались бы и уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как водами все умирают, так во Христе все оживут, в каждом своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царство, и доколе не вложит всех врагов под ноги Своих. Последний же враг истребится в смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорить Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Иначе что делает крестящийся для мертвых? Если мертвый совсем не воскресаясь, то для чего и крестик для мертвых? Для чего и мы же частно подвергаемся бедствиям? Да каждый день умираю, свидетельствуясь в том, похвалуя ваши братья, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу. Некоторые из вас не знают Бога, но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, в каком теле придут. Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет, и когда ты сеешь, ты сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земность, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезды, звезда звезды, разница в славе. Так и про воскресенье мертвых. Сеется в тление, восстает в непление. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Как и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам ездил в животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковые перстные, и каков небесный, таковые небесные. Как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует внесление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг по мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут не тленными, а мы изменимся. Ибо тленному всему належит облечься внесление, и смертному всему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется внесление, и смертное сие облечется в бессмертие, когда сбудется слово написанное поглощена, смерть победует. Смерть, где твоя жало, а где твоя победа? Жало же смерти греха, сила греха, закон. Благодарение Богу, даровавшему мне победу, Господа моим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы. Всегда проспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Аминь. То есть труд у нас в том заключается, да, чтобы мы утверждали воскресение мертвых. Аминь. Это и есть наш труд. Это и есть труд, да, когда мы тверды, непоколебимы в том, что Христос воскресел. Потому что здесь вся вера заключается в том, да, чтобы нам веровать, что Он воскресел из мертвых. Аминь. И именно из-за воскресения мертвых Павлов судили. Постоянно он в тюрьме был именно вот за это. Потому что люди не верили в то, что бывает воскресение мертвых. И то, что Иисус Христос воскресл из мертвых. Вот. И что мы верим в то, да, что раз Иисус Христос воскресл из мертвых, то и умершие в сектах во Христе, они тоже воскреснут из мертвых. вместе с Иисусом Христом. И как мы понимаем, да, Библия говорит о том, что мы погребены с несключением, да, что и мы совоскресли вместе со Христом. Вот, и это уже есть, то есть если я уже верю, что я совоскреса вместе со Христом, то я однажды уже умерла, в трёх раз я уже умирать не собиралась, поэтому я уже совоскреса со Христом, и перед вами сейчас воскреши Христом, воскресший Иисус, аминь, аллилуйя. То есть, видя меня, вы видите самого Иисуса Христа, аллилуйя, воплоти, потому что Иисус Христус, пришедший воплоти. Во мне есть тело Святого Духа, да, которое свидетельствует о том, да, что я, вот, принадлежу Богу, аллилуйя. Потому что Святой, есть и один только Святой на самом деле, но раз Бог тебя позвал, назвал Святым, значит, он отождествует тебя лично с Собою. Аминь. Слава Иисусу! Так, Даниила 12, 2. Даниила 12, 2. И многие, спящие в прахе земли, пробудятся от них для жизни вечной, другие на вечное поругание и постромление. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих правде, как звезды вовеки навсегда. Аминь. Слава Господу! Верите? Говорится о том, да, что многие спящие в прахе земли пробудятся. То есть, я верю в то, что вот люди, которые, людей, которых похоронили, да, которые лежат в могиле, если не верующие в Иисуса, то они пробудятся. Вот, для вечной жизни. Те, которые не веровали в Иисуса, они тоже пробудятся, но для вечного постромления. Я верю, что будет воскресенье. Я в это вере читала книгу там одного проповедника, такую толстую, да, и он проповедовал о том, что будет воскресенье мертвых, именно что могилы откроются, что выйдут оттуда те, кто бы находились в прахе земли. Их называют спящими. То есть, написано, что они спящие, что они не умерли, что они спящие, они пробудятся, написано. То есть, Бог считает, что они спят просто. Бог считает, что они просто спят. И я вот считаю, что, ну, раз это священное писание говорит, значит, так оно и есть. Когда Иисус Христос воскрес, написано, многие гробы отверглись, да, многие тела усопших святых воскресли, написано, и вышли из гробов, явились многие. И я могу воспринимать это слово священное писание, вот прямо сейчас, в эту секунду, и если человек принимает, да, в эту же секунду, вот это слово, что оно вот именно сейчас произойдет. Сейчас. Наше мышление, ну да, человеческое, это вот когда, 2000 лет назад, когда Иисус Христос воскресил, да, он 2000 лет назад, Христос воскресил, для тебя эта реальность становится тогда, когда ты рождаешься свыше, когда ты воскрешаешь из мертвых, да, вот реально, когда ты уже ощущаешься воскрешен из мертвых, вот тогда вот это вот воскресение из мертвых реально действует в своей жизни. И многие тела усопших святых воскресли из мертвых, вот. Если ты это читаешь как историю, то, ну, слава Богу, но если тебе нужно это слово для того, чтобы тела каких-то усопших воскресли, действительно, явились многим, и тебе это нужно прямо сейчас, то ты воспринимаешь это священное писание по отношению к тебе сейчас, да, или по отношению к тому, кого ты хочешь видеть живым. Вот я, например, хочу видеть живой свою маму, да, вот она, ее похоронили 17 марта, мне сообщили новость, что вот, ужасная новость, это был самый плохой день в моей жизни, вот, 19 марта 2022 года ее похоронили, вот, и с тех пор, и с того момента, когда мне сообщили, что она умерла, я молюсь за ее воскрешение. Для меня важно, чтобы тела усопших моей мамы, находящихся в прахе, да, спящих в прахе земли, пробудилась, вот, для вечной жизни. Я за это молюсь, в современном состоянии. Вот, потому что для меня это актуально сейчас, и для меня, вот это слово, зачем оно мне вообще нужно, если оно никак мне, ну, не проявится в моей жизни, да, зачем еще Иисус, если он никак не проявится в моей жизни, мне нужен Иисус для того, чтобы он проявлялся в моей жизни реальным, чтобы слава Божия проявлялась в моей жизни. Аминь. Может быть, я не чувствую так сильно эту славу Божию. Даже вот капли чего-то божественного, Божьего, оно все равно, оно больше, чем то, что в мире. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. И на протяжении всей моей верующей жизни с 1999 года по сегодняшний день я ощущаю руку Божию, я ощущаю Его присутствие, я ощущаю Его помощь всегда, потому что я только человек, которому мне всегда нужна помощь. Мне всегда нужно, чтобы мне кто-то помогал. Вот, и до того привыкла, что мне помогает Господь, что... Ну, потому что Господь мой помощник. Вот. Имя моего Господа, это помощник. Вот, он мне помогает. Аллиуэ. Потому что, больше всего необходимо, потому что для меня, потому что я растила Господа одна, растила свою... Была, в общем, веровала в Господа, и растила дочку одна. Растила дочку одна. Тогда детские платили зарплату, у меня была лизерная детская, платили там 98 рублей в месяц. И то я их несколько лет не получала, потому что, почему-то, потому что, по своему невежеству, потому что я не знала, что можно ее получить в другом городе. Я думала, что можно только приехав в свой родной город, ее получать. Вот. Но я в чужом городе работала, там, и, в общем, хватало только, чтобы заплатить за аренду помещения, в котором мы жили. Вот. Там чуть-чуть-чуть-чуть оставалось, чем на еду, но Господь нас заботился, Он давал одежду, давал еду, пусть и мы никогда не голодали, никогда не были раздетыми, никогда не ходили, с протянутой рукой, никогда и даже такого не было, чтобы я занимала деньги, потому что я была категорически против того, чтобы занимать финансы. Я была так научена, что не надо занимать финансы, что никому ничего не... ну, в смысле, что я не буду занимать, что праведник, он не берет в долг. Вот. И я не брала в долг. Вот. И все равно Господь заботился. Мы не голодали. Виолетта у меня, дочка, она нормально одевалась, нормально мы сцельем. Вот. И с голоду, короче, мы никогда не голодали. Не бывало такого, чтобы мы голодали. Только если я там брала пост, ну, специально, вот, это чисто мое решение было. А так, чтобы не было еды, я голодала, такого не было никогда. Но я знаю, что есть сервщик, которые голодали, да, которых было в жизни такое, что не голодали. Вот. Но у меня такого не было, потому что Господь мой помощник. Он тот, который греет и тает меня. Поэтому для меня вот это имя открыто. Вот. И слава Богу, Он мне помогает всегда. Что бы там ни было, как бы там ни было, но помощь всегда есть. Вот. И слава Богу. Слава Иисусу. Вот. И мне мама очень сильно помогала. Вот. И когда вот действительно она умерла, для меня это вообще была большая потеря. Потому что через нее Господь мне очень сильно помогал. Вот. И через нее очень сильно Господь меня любил. Вот. Я не скажу всегда, иногда бывало, что она противилась самой вере, но все же мама – это самый близкий человек, самый родной, который действительно, но, конечно же, она, Господь меня любит сильнее, чем мои родители. Вот. Господь нас любит сильнее, чем наши родители. Вот. Но через, именно, через маму вот проявлялась именно любовь Божия по отношению ко мне. Вот. Я это ощущала. Когда ее, когда ее не стало, в общем, я очень сильно это сама почувствовала, что потеряла, потому что для меня родители дороже, дороже, чем денег в мире. Ну, в смысле, жилые родители – это самое дорогое. Вот. Поэтому драгоценные цените своих родителей. его. Папа у меня строгий, папа у меня, короче, не ощущала я любви по отношению к себе и со стороны отца. Поэтому, как бы, для меня такой опыт, что любить врагов своих, это очень сильно подходит для того, чтобы не так разом отношения с моим отцом. Вот. Земным. Вот. Любите врагов. То есть мне нужно любить постоянно своего врага, мне нужно постоянно прощать своего врага, мне нужно постоянно молиться за своего врага и так далее. Вот. И, ну, слава Иисусу. есть люди, которые любят нас, есть люди, которые не любят нас. Всегда так будет. Вот. И и поэтому нам нужно стать такими драгоценными драгоценными камнями, да, бриллиантами, которые приливаются со всех сторон, да, ну, вот, то есть, чтобы мы все грани наши были, вот, светились, вот, и чтобы мы не были однобокими такими верующими, то есть в всех сферах нашей жизни. Научить меня о том, чтобы любить своих врагов, ну, нужно, да, чтобы в моей жизни были такие люди, которых приходится потерпеть, убить, там, прощать, вот, и так далее. Не только, чтобы вокруг тебя были люди, которые тебя любят. Конечно, легко любить тех, кто тебя любит, а попробуй любить тех, кто тебя не любит. Вот. Характер Бога в том заключается, да, чтобы любить тех, кто тебя не любит. Аминь. Слава Иисусу. Мир, конечно, по-другому скажет. Мир скажет сам себе, набей морду, там, тому человеку, который тебе отомсти ему, там, делай ему плохо, и так далее. Вот. Мы не живем, я по таким правилам. У нас совсем другие правила. Мы живем по-другому учению Иисуса Христа. Ну, вот. Если надо будет, я даю место в Неву Божьему, да. Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место в Неву Божьему. Я вас дам, говорит Господь. То есть, если есть те люди, которые тебя обижают, которые себя там, угнетают и так далее, то не надо мстить. Вот. Не надо мстить, дай место в Неву Божьему. Дай место в Неву Божьему. Аминь. Потому что, если ты отомстишь, то этот человек навряд ли уверует. Но если отомстит за себя Господь, то, может быть, даже уверует. И делает для себя добра больше, чем когда-то делал зла. Вот. драгоценные. Вот. Вам нужно запастись терпением. Вот. И не принимайте решение с горяча. Не принимайте решение с горяча никогда. Сначала успокойтесь, потом принимайте решение. То решение, которое примете, в покое, это правильное решение. То решение, которое принимаете в гневе, это неправильное решение. Оно не принесет пользу для Царства Божьего. Нам нужно принести пользу для Царства Божьего. Понятно. Потому что если бы Бог не терпел, если бы Он нас не миловал, всего земного бы шара уже бы не было. Он даже устрекся с лица земли. Нам не нужно быть такими, чтобы взять просто истерить лица земли, из этого человека, который сделал себе плохо. И ставит 49-23. И ставит 49-23. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими, лицом до земли будут кланяться тебе, и лизать прах ног твоих, и узнать, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Он говорит про Исаи на пророку, что будут цари питателями, царицы их кормилицами твои. Лицом до земли будут кланяться тебе, лизать прах ног твоих, и узнать, что я Господь, что надеешься на меня не постыдятся. Вот мы, вот, у нас есть, да, как я говорила, это кедраное служение Богу, есть пророки, да, вот именно. И Бог говорит, что больше всего ревнуйте о том, что вы пророчествуете, потому что когда ты пророчествуешь, да, то цари будут питателями твоими, царицы кормилицами твоими, да, лицом до земли будут кланяться тебе, лизать прах ног твоих, и узнать, что я Господь, что надеешься на меня не постыдятся. Это обетование Божье, драгоценное. Хотите, принимайте, хотите, не принимайте. Я принимаю в свою жизнь, да, то, что действительно будут не простые люди, да, цари. Вообще, Бог выбирает простых и делает их царями, если чё. Вот, поэтому мы сами цари и священники, как мы друг другу на друг другу, да, друг друга кормим, как говорится, да. Это Слово Божие, когда мы слушаем, Слово Божие, да, мы питаемся, мы вообще друг от друга питаемся. И мы друг друга чтим, да. Что значит лизать прах ног твоих? Да, земли кланяться тебе. Кто-нибудь хочет у тебя, кто-нибудь из вас хочет, чтобы вы ему лизали прах ног? У вас есть такое желание? Знаете, вот когда Иисус пытался помыть ноги ученикам своим, ну, он всем ноги помыл, а когда к Петру очередь подошла, он сказал, ой, не надо, Господи, вот, тебе ли умывать мои ноги? Лучше, ну, умой тогда мою голову и тело. Короче, ему так стало неудобно, вот. И Иисус сказал, если я не умою твоих ног, то не имеешь части там. И, ну, хорошо, говорит, тогда мой руки и голову, короче. Всего, короче, помоет. И, ну, короче, это гордость драгоценных братьев и сестр, если ты считаешь, что, ну, что, что ты не хочешь, да, чтобы тебе приходили царицы, царицы там прах ног твоих лизали, ну, вот в том плане, что, если ты гордый, гордо ты этого не примешь. Ты не имеешь части с Богом. Вот. Потому что унижено будет возвышено. Кто себя возвышает, тот будет унижен, да. А мы же друг другу это делаем. Потому что потому что потому что потому что мы цари, Алилуйя, потому что мы цари, потому что так ты, Божий, все иначе, так ты, Божий, все не так, как в мире, да. Потому что цари господствуют обычно, да. Рубы работают над царей. А тут Иисус говорит, что хочет быть больше, быть всем слугой. То есть наоборот все. И наш пастор говорил, что пирамида власти царства Божьим, она вниз головой. Вот. То, что пирамида, она вот так, да, то наверху тут больше. А здесь наоборот, то внизу тут больше. А там наверху места много, пожалуйста. Вот. И чем выше там, тем больше народу. А чем ниже ты там, чем ниже, вот, ты там, там мало. Чем ниже, просто ты там меньше. Понимаешь? Пирамида власти у Бога, вот она вниз головой наоборот. Те люди, которые именно ищут лица Божьего, да, которые именно имеют личное отношение с Богом, они, скорее всего, на самом низу находятся. Вот. И поэтому здесь народу меньше. Здесь меньше, понимаете? Здесь меньше народу, кто внизу. Именно. Кто хочет господствовать, кто хочет быть больше. Кто хочет больше Царства Небесного, тот в основном один. Понимаете? Кто на самом верху, тот в основном он один. Вот. Чем выше, да, чем больше, чем выше, вот, поднимаешься по этой пирамиде власть Царства Божьего, тем народу больше. Ну вот. Аллилуйя. Надеюсь, что на меня не посидят. Аллилуйя. Вообще, грешники, да, когда приходили, там, ну, женщина, вот она, целовала ноги Иисуса, она волосами мотирала, вот, слезами мывала, его ноги волосами вытирала, вот. Он Иисусу не сказал, что ты это делаешь, ну, неудобно же, ты что? Вообще, такого не говорил. Вот. Он принял это, как любовь, любовь по отношению к себе. И вот эти цари, которые питают себя и кормят себя, это и есть любовь по отношению к тебе, по отношению к Сыну Божьему. Потому что ты Сын Божий и ты достоин того, чтобы тебе лизали, приходили прах ног твой слезать. Вот. И поклоняться тебе. Если ты считаешь, что тебе, ты не достоин того, чтобы тебе поклонялись и лизали прах твой слезать, это значит, ты не веришь, что вообще Бог в тебе живет. Значит, ты как-то унижаешь этого Бога, который в тебе. мы этого делать не будем. У нас все по-другому, у нас все не так, как в мирове. Аминь. Исайя 52,20 Отряси в себя прах, стань пленный Иерусалим, сниби цепь из шеи твоей пленная дочь Сиона. Аминь. Слава Иисусу. Мы уже размышляли над этим словом, но еще раз размышляем, что значит отрести прах себя. Вот эти цари, они вязали прах в основу. То есть, чтобы праха вообще не осталось вообще, никакого праха на твоих ногах. То есть, получается, что, получается, как мы обретаем не пление и бессмертие, когда мы не считаем себя, что мы вообще являемся прахом, что мы вообще из праха созданы. Да? Потому что по Христе Иисусе мы новое творение, мы рожденные свыше, мы пришедшие свыше, вот, мы не из глины, как это было создано, да, мы из глины. То есть, нам нужно понимать, то есть, отрять прах себя, то есть, понять, что мы уже не прах, что мы уже, вот, что мы не прах уже, да, что, что мы имеем другую природу. Потому что Иисус Христос, Он не был из праха земного создан. Это Сын Божий вообще-то. И Он, рожденный от Бога. Вот, поэтому Его плотина не видела трения. Она вообще не сгнила даже в урабу. Вот, хотя его бальзамировали все там, хотя его бальзамировали его тело, все такое. Но она даже не успела там ничего разложиться. Вот, потому что на третий день Он уже воскрес измерзв, все. Аллилуйя. Поэтому нам нужно считать себя, что мы не правы, что мы не из праха, что мы рожденные свыше, мы дети Божьи. Наш Небесный Отец это Бог, Он бессмертный, Он не кленный, Он вообще никогда не умирает. Аллилуйя. Бога невозможно убить. Бога невозможно убить. То есть вот эта физическая смерть, которая произошла с Иисусом, это еще не смерть. Если бы Он не воскрес измерзв и Его тело сгнило, тогда это было бы, конечно же, похоже на то, что Он был из праха земного создан. Но этого не произошло. Стало быть, Сын Божий, Он как новое творение во Христе Иисусе и как рожден и свыше, Он является Сыном Божьим и поэтому Его тело не видело тлень и Он не является прахом. Вот поэтому нужно отрести этот стань тлень и Русалин. То есть отрести себя прах. То есть когда человек не свободен до конца, это считается, что он прах, является прахом. Стань пленную Русалин. Не отметите цепь из шеи твоей пленной дочь Сиона. То есть пленная дочь Сиона это значит не свободная не свободная поэтому нуждается в том, чтобы отрести прах и свыслов. Если тебе приходят царицы кормить тебя питать поклоняться тебе кланяться тебе вязать прах в теснок вот это они помогают тебе именно понять да то понять то что ты не прав то что ты свободен ты свободен сними с тебя вот это вот цепь вот стань кленный Иерусалим вот так говорит Господь за ничто были бы проданы без серебра будете выкуплены аминь аллилуйя видите за ничто были бы проданы и без серебра будете выкуплены аллилуйя есть денег выкупим понимаете написано что не пленным серебром и золотом искуплены мы от суетной жизни но драгоценной кровью Христа как непорочного и чистого адвенса мы искуплены от суетной жизни человек который живет суетной жизнью он умрет если ты искуплен уже да все Бог купил все ты принадежишь Бога только вот и поэтому ты живешь уже сейчас вечной жизнью естественно ты не умрешь человек который живет вечной жизнью он не умрет никогда вот поэтому все в нашей голове если ты еще веришь что ты прах что ты умрет если ты веришь что ты ну и вот те люди да спящие чаще не видят сон вот сон что они умерли лежат в прахе вот и песню поют мое тело прах аллилуйя так исая матфея 10 14 матфея 10 14 если кто не примет вас не послушать слов ваш то вы выходя из дома или из города того отрестите прах от ног ваш истинно говорю вам отрадней будет земле садом сегам морской день сюда нежели город и там аминь сегам 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 И люди, которые их принимали в дом, то он говорил им, ешьте там, что вам дадут. Если будет город, который вас не примет, отрисите прах от своих ног. Отрать не будет в садовом или в море, нежели в городе. То есть, когда приходит Сын Божий, если тебя люди не принимают, то нужно отрискать прах от своих ног. Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. И так будьте мудры, как сны, и простей, как голубь. Знаете, вот очень тяжело, когда вот именно домашние, там, против себя, да, когда ты веришь в Иисус, ты домашние, вот, против себя, потому что они твои родные, ты их любишь, как бы, вот, там, вот. И ты вот, как бы, на них не можешь прах отрисеть, потому что, ну, они твои родные, значит, вот. И как-то, знаете, вот, Иисус говорит, пройди твои домашние, вот. Вот, и будут двое, там, разделяться в доме, да, там. Будут против, там, мать, против дочери, дочь против матери, и кровь против, ну, короче. И даже будут дети, умертвятцы родители. Короче, там, ну, вот Иисус говорит об этом, да. Вот, но в духовном плане, здесь не говорится, что именно в прямом смысле, да, что, вот, умертвятцы, а в том смысле, что духовно, духовно. То есть, вот, отращать тебя от прямых путей Господних, то есть, постоянно говорить против твоей веры, против Иисуса и так далее. Вот, это, ну, очень тяжело, вот, когда именно ты живешь в одном доме с теми, кто именно против Иисуса, да. Но тебе нужно стоять все равно на своем, да. Если ты подвергнешься к нему влиянию, да, негативным, вот, негативным словам поверишь их, то они погибнут, и ты вместе с ними, вот. Вот, но если ты будешь все это стоять на своем, то они могут покаяться, да, они могут уверовать в Иисусу, вот. Поэтому пролить человеку домашнее. И если есть такая возможность, просто нужно, ну, в общем, отделиться, отделиться, уйти, вот, чтобы они на тебя не влияли так негативно, да, вот, я знаю, есть такие, вот, верующие, которые оставляли именно, вот, своих неверующих, вот, и шли там куда-то, потому что для них вера их была дороже всего, ну, вот. Я не обсуждаю таких верующих, которые, вот, оставлю все, там, и ради того, ну, там, ради Иисуса, да, вот, ради того, чтобы верить в Иисусу, вот. И раньше, как бы, я осуждала, думаю, да как же они могли, как они могли бросить, там, своих, там, детей, там, и так далее, жён, и так далее, вот. Вот, я очень прекрасно понимаю, что, что дороже Иисуса ничего нету, вот. И, может быть, если бы ты даже остался с ними, да, остался с этими людьми, они могли бы и тебя в вату увезти, и сами в вату идти. Но если ты их оставляешь, да, то, ну, вот, можешь оставить их, да, тогда ты, даже если они уйдут в ад, то ты не будешь в этом винове. Или, возможно, ты, возможно, они уверуют так быстрее, чем если бы ты был там, с ними. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. Кто не берет креста, следует за мной, тот не достоин меня. Зверевший душу свою, потерявший душу свою, ради меня сбережут ее. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника. что находит одного из малых сесток и чашек холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряясь на границе твоей. Аминь. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. Кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел, я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью, и невесту с свекровью, и враги человеку, домашний его. Видите, слова Иисуса. Это же тяжело веровать, когда на тебя давление со стороны неверующих родственников, со стороны неверующих родни твоей. Если они тебя не уважают, не слушают, значит, нужно делиться от них. Отобрать власть над своей жизнью. Так. 1 Коринфянам 15.42 Так и про воскресенье мертвых сей, цепление восстает в не плене. Аллилуйя. Ну вот, тело Иисуса было обезображено почти всякого человека, написано. Так. 43 стих. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в сей. Так. 44 стих. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Угу. Саллилуйя Иисуса. Видите? Есть тело духовное, есть тело душевное. Аллилуйя. Вот. И тело Иисуса, оно, получается, когда его похоронили, да, это, получается, посеяли его тело. И посеяли его тело. Оно было обезображено почти всякого человека, написано. Обезображено плачет всякого человека. До такой степени над ними взявались. Вот. И оно восстало в непленье. Оно селось в уничижении. Восстало в славе. Селось в немощи. Восстало в силе. Вот. И было постельно тело душевное. Это его тело было душевное. Да. Восстало тело духовное. И поэтому, когда они увидели Иисуса, воскрешившего из мертвых, он сказал, дух, плоти и кости не умеют, как видите у меня. То есть они увидели плоть и кости Иисуса Христа. Это было тело духовное. То есть тело, дух, он видимый. То есть дух, Иисус, это дух, да, и его тело было видимым для учеников Иисуса Христа. Оно могло становиться невидимым, потому что он исчезал. Вот. Он появлялся из ниоткуда, да, посреди комнаты. То есть это природа духа, духовного тела. То есть духовное тело, оно может появляться где угодно, находиться где угодно, в общем, то появляться, то исчезать. Вот. Это духовное тело. Есть тело душевное, есть тело духовное. Ну вот это вот, то тело, которое мы видим, да, в зерпале, это тело душевное. Есть еще тело духовное. Малилуи. Первый Адам стал душой живущий. Последний Адам есть тело живоцарящий. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстных. Второй человек Господь неба. Каков перстный, таковы перстный. Каков небесный, таковы небесный. Как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Аминь. Исайя 26, 19. Исайя 26, 19. Живут мерцвецы твои, восстанут мертвые тела. Постряньте и торжествуйте, поверженные в прахи. Тебя роса твоя, роса растень, и земля извернет мерцвецов. Аминь. Пойди, народ мой, войти в покои твои, запри за собой дверь твоей. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища твоего, наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых твоих. Аминь. Слава Господу. Видите, тут написано, что мертвецы выйдут, земля извернет мертвецов. А живут мертвецы твои, пусть Божьи, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахи. Ибо роса твоя, роса растень, и земля извернет мертвецов. Нужно торжествовать будет тем, кто восстанет в прах. Аллилуйя. Слава Иисусу. Давайте с вами споем. Называется прах. Это для тех песня, которая именно для людей, которые именно в прахе земли, и про которых обещает Господь, что они выйдут из гробов, то есть Аллилуйя, что они воскреснут, что они из праха выйдут. Короче. Это те люди, которые были написаны на праше. То есть, ну, они умерли, их похоронили. Вот. Верующие-то были или неверующие. Ну, в общем, все воскресны. И верующие, и неверующие. Верующие праведники для вечной жизни. Вот. Неверующие. Вот. Да. Для вечного пастора умления написано. Аллилуйя. Мы будем молиться о том, чтобы воскресли те, кто именно верит Иисуса Христа, в ком есть живой Иисус Христос, Святой Дух. Аллилуйя. Дух животворящий. Слава Господу. Давайте с вами споем. Это песня молитвы. Она называется праха. Родилась 7 мая. 2019 года. Мои тела праха. А, 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 а. А, 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 а. Мои тела праха. А, 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 а. Иисус посеян мой праха. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 иметь связь с Богом, постоянно иметь общение с Богом, да, и молиться. Вот, допустим, когда я была неверующая, я не молилась, я знала, и как бы Бог, и все равно же мне Бог давал все, что, о чем я не молилась, даже я не просила, я никогда его не знала, Бога, никогда ничего у него не просила, не молилась ни за что, чтобы мне там что-то в моей жизни появилось, там, какое-то то, чего я хотела, вот, но все равно Бог обо мне заботился, даже когда я его не знала, но сейчас, когда мы уже узнали Иисуса, да, когда мы узнали Бога, я понимаю, что все, о чем мы попросили, оно Бог, все, о чем ты попросил, нужно верить до конца, что ты это получишь, и для этого у тебя есть, ну, вся вечность, ты не ограничен вот этой земной жизнью, потому что я говорила о том, да, и Библия говорит о том, что если ты только в этой жизни надеешься на Христа, то ты несчастник всех человеков, поэтому мы-то понимаем, что мы вечны, аминь, и все, о чем мы просили, оно обязательно исполнится, рано и поздно, и все, о чем ты просил, аминь, даже если ты об этом забыл, но Бог об этом помнит, все, о чем ты просил, и это обязательно исполнится, аминь, слава Иисусу, даже если тебе кажется, что это невозможно, чтобы это исполнилось, Даже если тебе кажется, что это вообще такого не может быть. А я говорю, что всё, о чём ты попросил, оно должно исполнить. Потому что ты Сын Божий. Потому что всё, о чём ты не попросишь, верьте, что получите и будет вам. Потому что ты получишь всё, что ты скажешь. Потому что ты получаешь всё, что ты говоришь, всё, что ты скажешь. Аминь. Поэтому, драгоценное, верьте. Аллилуйя, всё, о чём Вы попросили, всё так и будет. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Иисусу. Всё, о чём Ты попросил, все Твои желания, желания праведника Бог исполняет. Это всё верти. Всё будет. Всё, о чём Вы попросили, всё, что Вы хотите, всё будет. Аллилуйя. Слава Господу. Всё, о чём Вы молились, всё, о чём Вы попросили. Вот. Я Вам скажу, я даже не знаю, хорошее, плохое. Даже если Вы попросили плохое. Всё, ну, вот то, что вредно для Вас. Потому что, видите, евреи. Мне ж мясо просили в пустыне. Бог исполнил их нежелания. Видите? Поэтому я Вам говорю, что, тем более сейчас по Новому Завету, всё, что Дитя Божье не попросит, мы всё исполняем. Вот. Поэтому давайте будем просить по-крупному. Давайте будем просить что-то, то, что действительно принесёт нам пользу, да? Аллилуйя. Не будем всякую ерунду выпрашивать. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Не будем пить из ложек, чтобы коглёночкам не встать. Вот. Нам нужен океан любви. Да? Океан любви. Да? В океане любви Божьей. В океане любви Божьей. В океане любви Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. И Дух Животворяющий, Он совершит всю работу, да? Всё равно мы победители. Всё равно Бог на стороне нас. Как бы там ни было, всё равно Бог, Он за тебя. Аллилуйя. Аминь. Слава Иисусу. Что бы там ни говорили, плохое или хорошее. Когда хорошее говорят, это... То есть я как-то слышала, что мы должны быть равнодушны. Что к плохому мнению о себе, что к хорошему. То есть мы должны реагировать как бы одинаково, параллельно, короче. Если у тебя есть Божья самооценка, ты сам знаешь мнение о себе, поэтому тебя как-то не расстроит мнение других людей. Какой-нибудь кучки людей, да? И вообще, если Слово Божие говорит, что все народы, прикинь, как ничто, умение ничтожественной пустоты считается у него, да? Все народы, прикинь, как капли из ведра. Вот. И если ты Сын Божий, в тебе такой огромный Бог. Вот. Если кто-то против тебя восстал, да? Как мошка на слона начал лаять. Вот. То... Ты знаешь, что все равно с победой на твоей стороне. Вот. Как бы там ни было. Потому что Бог за тебя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. И Иисус про себя говорил, да? Вроде бы добро делал тем людям. И Он говорит, не делитесь, что мир вас возненавидел. Слушай, за что ненавидел-то? Я же добро вам делаю. Добро любить Меня надо. Нет, они бы возненавидели. Вот. И Он говорит, что Меня прежде возненавидел. Если меня слушали, буду слушать и вас. Если меня гнали, буду гнать и вас. Вот. Поэтому. Он драгоценный. Нам нужно терпение. Аллилуйя. До долготерпеливы Он лучше храброго. Вот. И владеющий собой лучше завоевателя города. Вот. У меня вот столько ситуаций было, когда вот можно было просто взорваться, стихонуть, там, уйти, там. Я не знаю, наговорить каких... Такая гадость, короче говоря. Но я этого не сделал. Слава Иисусу. Вот. Потому что долготерпеливы Он лучше завоевателя города. Вот. И владеющий собой лучше храброго. Аллилуйя. Благотерпеливы. Лучше завоевателя города. И владеющий собой... По-моему, да. Лучше храброго. Аллилуйя. Слава Иисусу. Это характера Сына Божьего. Драгоценный. Поэтому терпение... Вот. Бог отомтит. Если будут вооружаться против тебя, то это не от меня, говорит Господь. Всякий, кто не вооружился против тебя, будет истремлен, падет. Ты увидишь их падение. Написано, что подут вокруг тебя тысячу, десять тысяч, одеснуй тебя, но к тебе не предвидится. Аллилуйя. Как бы там, если она не скажет, а у зубами, вот, победа на твоей стороне. Дьявол под своими ногами. Аллилуйя. Слава Иисусу. Да. И золото, как ничто, под моими ногами. Аллилуйя. Слава Иисусу. Давайте помолимся. Драгоценный Господь. Я благодарю тебя за твое естественное обеспечение, что все мое это твое, все свое это мое. И что ты даешь пользоваться праведнику. Благодарственным честивым вам будет пользоваться праведник. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Спасибо тебе, мой небесный Отец. Аллилуйя, что ты заботишься. Воемец, что ты милый, что я благодать и твоя милость изливается на мою жизнь. Что мой усерд для всех очевиден во имя Иисуса Христа. Что все мои проблемы, они разрешаются во славу Твоего, Господь. Аллилуйя. Спасибо тебе. Я уповаю, надеюсь, только на тебя. Я благодарю тебя за лучшие слушающие, за глаза видящие, сердца принимающие во имя Иисуса Христа. За то, что вы принимаете все, о чем я говорю. Все, что говорит Господь из моего уста. И, прежде всего, я во имя Иисуса Христа. Чтобы это все переварило, осознало все, что было сказано сегодня во имя Иисуса Христа. Чтобы я продолжил дальше открывать все, все, что непонятно, все, что еще не совсем ясно. Открыл каждому брату, каждому и сестре во имя Иисуса. Ибо ты Дух Святой из каждого из нас, и ты учишь нас. И у каждого у тебя свой подход. У меня с тобой личные отношения. И я благодарю тебя за мои личные отношения, какие они есть сейчас. Халюлю, спасибо тебе, Иисус. И я благодарю тебя, что, несмотря ни на что, я ей верю, что ты на моей стороне. И что ты за меня, за имя Иисуса Христа. Моли. Аминь. Халюлю, членаш, закончим наше официальное честь богослужения. И я с тобой не прощаюсь, потому что наша церковь Иисуса Христа служит круглосуточно 7 дней в неделю за 4 часа в сутки. Вы можете смотреть наши проповеди, в социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютубе. Вот. Слушать мои песни Молитвы петь вместе со мной. Тоже в Одноклассниках, ВКонтакте, в Ютубе, в Телеграме. Даже есть в Титоке. Вот. В Инстаграме было. Вот. В Ватсапе было. Но сейчас вот действенно это ВКонтакте, Одноклассники, Ютуб. Вот. И Телеграм в основном. Так что драгоценный. Вот. Будьте с нами. Я все с вами во все дни в реке веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok